добрый вечер уважаемые любители нарт приветствую вас на канале на канале посвященному богомону с вами тимур азизов предлагаю подписаться на мой канал где регулярно выходят ролики о нардах о стратегии игры о тактике игры иногда с комментариями иногда с разборами иногда с живыми играми все это присутствовало и будет присутствовать на моем канале некоторые новости вам расскажу на канале алексея саватеева вышла уже вторая часть ролика где мы разбираем с ним эту игру то есть обе части уже выложены на его канале канал у него достаточно популярный он популяризе популяризировать математику и все игры которые в той или иной степени связаны с математикой с шансами с какими-то расчетами таким образом уже две части выложена я в описании к данному видео дам ссылки на эти видео скорее они будут интересны начинающим игрокам новичкам в первой части мы с алексеем обсуждаем правила игры разыгрываем не сложные не хитрые позиции а во второй части уже мы переходим к математической составляющей богомона и говорим о кубе удвоение вот по ссылкам вы сможете пройти и посмотреть эти ролики а тема нашего сегодняшнего выпуска это прием который называется дупликация но можно долго объяснять то давайте я на конкретном примере покажу что это за технический прием и как его использовать это встретилась в моей недавней партии на полтаре на портале бэкгэмон galaxy и так я играю черными мой дом вот здесь мне выпадает первый камень 64 64 я хожу вот так но вы знаете что есть много ходов можно взять второй пункт можно увести шашку и сюда дополнительный билдер поставить вот а я играю просто на убегание я убегаю задней шашкой вполне вполне хороший ход соперник кидает 5454 и что он делает он играет 5 и 4 играет вот здесь вот и мне приходит камень 52 и вот об этой позиции сейчас мы с вами поговорим и как раз научимся использовать прием дупликации в чем он заключается ну давайте поймем что бы ход 52 ну не хороший мы не можем сделать ничего конструктивного абсолютно не можем занять хорошего пункта не можем как-то спрятаться у нас нету хода которая развивает нашу инициативу но более-менее понятно что двойку нужно сыграть вот здесь больше двойку играть негде потому что вот эта двойка на извините вот эта двойка да вот так играть совершенно ущербно здесь будет 6 шашек здесь 2 так что так двойку играть очень плохо играть двойку вот здесь тоже плохо потому что мы подставляемся под прямой муда у нас здесь под прямым ударом шашка здесь под прямым ударом так тоже ходить нехорошо да а эта двойка ходить не может потому что она упирается в пункт соперника значит двойку мы сыграем вот здесь да и теперь нам осталось сыграть 5 значит вот этой шашки 5 мы пойти не можем значит какие у нас есть возможности либо пробить в единицу либо спустить в восьмой пункт да вот просто вот эту шашку поставить сюда либо вот такой ход до поставить эту шашку сюда и все они оставляют какие-то удары но да давайте сейчас посмотрим какой все-таки ход из всех этих лучше и так для того чтобы это понять нужно понять идею соперника на предыдущем ходу идея у него была очень стандартная если вы помните он сыграл 5 4 вот смысл вот этого сплита вот этот ход называется сплит сплит сплитование задних шашек соперник сплитовал задние шашки его идея заключается в чем что его не побьют это ему удалось мы действительно никак не можем побить эту шашку а потом следующим ходом он постарается эту шашку накрыть и получить выдвинутый якорь если ему выпадет четверочка у него уже одна четверочка вышло пошел и он надеется если в него не попадут получить этот пункт один из самых важных пунктов в позиции теперь давайте смотреть если мы пойдем 2 и 5 да соперника шашка на баре и у него есть несколько хороших вариантов он может единицей пробить в нашу шашку да вот в эту отправить ее на бар также он может кинуть пятерку и сделать себе выдвинутый якорь чего он и хотел а также он может кинуть ну что-то в наборе с двойкой и побить еще и вот эту шашку то есть мы даем ему хорошие единицы хорошие пятерки и хорошие двойки это слишком много поэтому так ходить нехорошо так давайте посмотрим другой вариант 2 и 5 ну вроде бы нормальный ход спускаем шашку сюда но опять же смотрите двойками всеми двойками наш соперник будет бить нашу шашку отправлять ее назад а всеми четверками он будет накрывать эту шашку да и у него будет якорь очень сильный якорь а теперь давайте посмотрим еще один вариант это два и пять сюда и вот тут мы видим забавную вещь что вот этой шашки хочется побить вот эту шашку да это очевидно совершенно чтобы отправить ее на назад ну сначала на бар и чтобы она дольше шла в свой дом естественно это будет очень хороший для него бросок но в то же время вот эта шашка очень хочет за якорица с этой да и вот теперь мы давайте посмотрим что это шашка бьет четверкой и это шашка накрывает вот эту тоже четверка таким образом если в предыдущих вариантах у соперника были хорошие и пятерки и двойки где-то единицы то тут у соперника только хорошие четверки то есть вот этим приемом мы сопернику уменьшаем количество хороших бросков он не может и выбить и заякориться ему надо будет выбирать если ему выпадет четверка вот вот в чем заключается этот прием сейчас мы перейдем в программу экстрим и убедимся что действительно этот ход лучший и вот этот прием но нужно знать просто ну нужно знать нужно видеть вот эту дупликацию да где вы сопернику даете такие броски где все что он хочет сделать в позиции хорошего можно делать только одним значением кубиков да и бьем и и делаем якорь только четверка таким образом мы снижаем шансы соперника на развитие инициативы так давайте перейдем вот сюда вот я поставил этот эту позицию просок 5-2 нажимаем на два плюсика так ну давайте более глубокий анализ сейчас он нам выдаст чтобы мы еще раз поняли надо сказать что так как партия в самом начале да то ошибки не значительные все все остальные ходы да но знание этого приема уже дает вам преимущество над соперником потому что этот прием встречается достаточно часто так вот заканчивается анализ и мы видим что на первом месте именно этот ход двоечкой сюда пить пятерочкой сюда дупликации четверок до остальные ходы уже чуть менее сильные да это все уже не большие ошибки а теперь мы рассмотрим пример как дупликация работает не в дебюте а а уже в н-шпиле да есть позиции н-шпильные вот я создал такую позицию н-шпильную где тоже работает прием дупликации и так у белых у нас преимущество мы рассматриваем что мы играем матч до одного очка то есть куб мы по показать не не можем мы просто до конца играем этот этот гей марсы нам не важны нам важно просто выиграть выиграть гей у нас большое преимущество мы бьем шестеркой мы сюда бьем как-то пятеркой и четверкой но надо сказать что дом у соперника сильный да если он в нас попадет то мы не сможем зарядиться но нам выпал крайне неудачный бросок 21 мы не попали в него не нигде ну и очевидно что открываться вот здесь смысла нету да есть варианты где можно единицы пробить сюда открыть две шашки но при таком доме соперника это самоубийство что называется да поэтому вот где-то мы должны сыграть этот неприятный камень давайте посмотрим что пока наша шашка стоит здесь наш соперник на следующем ходу может побить и и шестеркой и мы знаем что шестерок у него достаточно много прямая шестерка их 11 до 11 шестерок но плюс у него есть шестерки в наборе это броски 4 2 5 1 3 3 и 2 2 то есть еще шесть бросков 11 плюс 6 это 17 поэтому игроки инстинктивно стараются количество вот этих ударов уменьшить как это можно сделать можно вот эту шашку ходом 21 подвинуть ближе к этой да ближе с 18 пункта на 15 то есть получить позицию вот следующий после хода 2 1 и действительно мы уменьшим количество попаданий в нас то есть здесь у соперника 11 троек плюс броски 2 1 и 1 1 14 у него 14 попаданий а здесь 17 да то есть мы если мы хотим уменьшить количество попаданий в нашу шашку мы должны конечно и и двигать сюда но это только в том случае если мы не рассмотрим позицию целиком а рассмотрев позицию мы поймем что у соперника есть две очень важные цели это конечно побитие нашей шашки но гораздо более важной цель это ускользание задней шашки он очень хочет перепрыгнуть через наш прайм он хочет перепрыгнуть через пятерной прайм а может он это сделать только шестеркой и побить нашу шашку если она останется здесь он может только шестеркой понимаете да к чему я веду что если ему выпадет шестерка да он побьет нашу шашку но он по-прежнему может проиграть потому что он уже очень близок к дому а эта шашка может так и не выпрыгнуть из дома то есть опять же для выполнения двух различных целей ему нужен один и тот же бросок бросок с шестеркой и поэтому мы должны не двигать вот эту шашку вот сюда чтобы уменьшать количество ударов в этом случае у него будут хорошие тройки в наборе и шестерка которую он будет выскакивать допустим бросок 6 4 да вот он может сразу выскочить вот этой шашкой но 4 сыграть вот здесь борьба продолжается мы не не фавориты в него попасть гонка примерно равная вот поэтому в данной позиции лучше всего пойти 2 1 просто допустим 2 и 1 и оставить сопернику только хорошие шесть только хорошие шестерки если он побьет ему потом надо кидать еще одну шестерку чтобы выйти а если он шестеркой захочет выйти значит у него эта шашка останется под бой но есть бросок 6 6 но извините от 6 6 защиты как говорится нет ну давайте удостоверимся что в этой позиции в позиции уже эншпильной тоже работает дупликация давайте проанализируем да так как мы сейчас сделаем так я предложил ход 6 3 вот он один из лучших и какой нибудь вот ход который я то тоже предлагал 18 15 вот давайте все их проанализируем да и вот мы с вами видим сейчас мы чтобы все было понятно да вот это хороший ход вот это тоже хороший ход да сюда оставляя этой шестерку и этой шестерку 5 2 можно сходить ходов очень много главное не двигать вот эту шашку да потому что вот этот ход 18 15 вроде бы самый естественный чтобы уменьшить количество ударов а на самом деле это огромная ошибка потому что дает сопернику несколько хороших бросков и шестерки и тройки вот как работает дупликация она работает в дебюте она работает в эншпиле она работает всегда поэтому если вы видите возможность сдуплицировать сопернику какое-то значение на Назаре не упускайте возможность это делать я надеюсь что это видео было познавательным для вас вот скоро вернусь с разбором какого-нибудь своего матча или продолжим анализировать с вами в следующих выпусках еще какие-нибудь технические приемы которые часто встречаются в Нардах с вами был Тимур Азизов с коротким учебным роликом спасибо за внимание спасибо за лайки подписывайтесь на канал всего вам доброго , до подпишемся я смогу сделать а с подпишемся